Студентов Казанского университета наградили грантами правительства Республики Татарстан. Сдала ЕГЭ на 268 баллов и получаю грант сейчас. Состоялась торжественная церемония вручения дипломов об окончании аспирантуры. Желаю вам счастливой и удокорной жизни, мирного неба. Масштабный сбыв в работе социальных сетей. В чем причина? Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Анастасия Миронова. Миноборнауки России определил вузы, которые получат грант по направлению территориальное и отраслевое лидерство. В рамках программы «Приоритет-2030» Казанский федеральный университет занял первое место в группе номер 1 и получит 994 миллиона рублей до конца 2022 года в рамках грантовой поддержки. Основная задача, с чем выступал наш ректор, в том, чтобы университет стал драйвером развития территориальной экономики. То есть, чтобы мы объединили наши усилия для создания новой диверсифицированной, отвечающей вызовам индустрии 4.0 экономики Татарстана. В технопарке в сфере высоких технологий IT-парк прошла 11-я ежегодная торжественная церемония вручения грантов правительства Республики Татарстан студентам первого курса Института информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского университета. Гостями торжественной церемонии вручения грантов правительства Республики Татарстан стали Айрат Хайрулин, министр цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан, Дмитрий Таюрский, проектор по научной деятельности КФУ и Александр Борисов, директор технопарка в сфере высоких технологий IT-парк. Для приветствия слово предоставили Айрату Хайрулину. Я рад вас приветствовать и видеть взгляд людей амбициозных, видеть взгляд студентов, которые входят в вошли в число интеллектуальные рынки по Республике Татарстан. И с чем я вас с этим и поздравляю. Идти стремительно растет и развивается. Проходной балл в институте 273 на бюджетную форму обучения и 263 балла на грантовую. Айрат Хайрулин вручил награды лучшим студентам первого курса ИТИС по направлению подготовки программной инженерии. Планировал на бюджет, конечно, поступить, но так вышло, что чуть-чуть не хватило и в итоге поступил на грант. Но я доволен все равно. Сдало ЕГЭ на 268 баллов и получаю грант сейчас. Об этом гранте я узнал уже после подачи документов на бюджет. И после того, как я обнаружил, что баллов немножко не хватает, я решил перестись на грант. Поздравил своих новых студентов и директор ИТИС Михаил Абрамский в онлайн-формате из Дубая, где делегации Казанского университета представляют Республику Татарстан на выставке Экспо-2020. Напомним, с 2011 года Министерство цифрового развития Республики Татарстан выделяет гранты на обучение студентов ИТИС. Грантовая система нацелена на поддержку талантливых студентов IT-профиля, удержание лучших IT-кадров Республики, а также на развитие IT-отрасли региона в целом. У нас есть 100 бюджетных мест и 30 грантов для студентов первого курса. И вот лучшие ребята, которые не смогли поступить на бюджет, но по рейтингу они были самые высокие, вот они получают такие награды в виде денежных средств на обучение, это целевые деньги, которые приходят в университет, на оплату обучения. Поздравляем победителей и желаем новых побед. Энджи Минибаева, Фарид Захид Углы, Универньюз. В императорском зале Казанского федерального университета состоялась торжественная церемония вручения дипломов об окончании аспирантуры. Смотрим. Казанского федерального университета У нас выполнили не только план обучения в аспирантуре, но они успели за год обучения в аспирантуре защитить свои кандидатские диссертации. И с чем, в общем-то, я их должен обязательно поздравить, поскольку это действительно работа на знак качества. Далее состоялось вручение дипломов выпускникам аспирантуры Казанского федерального университета. Среди выпускников аспирантуры много иностранных граждан. Я очень рада, что я получила диплом аспирантуры. И я уже до сих пор здесь училась 6 лет. Очень нравится наш университет и наша кафедра, потому что они помогали мне улучшить свой русский язык и дали мне возможность познакомиться с культурой России, культурой Татарстана. В процессе учебы мне удалось множество интересных проектов осуществить, которые были поддержаны в том числе Российским фондом фундаментальных исследований. Поэтому я считаю, что я время провел с пользой, с интересом и надеюсь продолжить работу в Казанском федеральном университете и дальше. Многие выпускники аспирантуры КФУ работают в научных учреждениях, образовательных организациях. Елизавета Никицына, Фарид Захитаглы, Универньюс. В Казанском федеральном университете состоялась презентация деятельности научных кружков Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Ну и мы здесь в институте должны наших студентов готовить к жизни в какой-то игровой форме, предложить разные формы педагогические. И таким образом наши студенты будут больше вовлечены в обучение и в общем-то практику. Нобелевский комитет в Стокгольме назвал имена лауреатов премии в области медицины и физиологии. Ими стали Дэвид Джулиус и Ордем Батапутян. Награду им присудили за открытие рецепторов температуры и осязания. Вручение прошло дистанционно и транслировалось на сайте Нобелевского комитета. Сбой в работе таких социальных сетей, как Инстаграм и Ватсап, трудно было не заметить. На протяжении шести часов сервера Фейсбук были выведены из строя. В чем проблема этого масштабного сбоя, разбирался наш корреспондент. В понедельник вечером пользователи по всему миру начали жаловаться на неполадки в работе Фейсбук и принадлежащие ему сервисы Ватсап и Инстаграм. Кто-то не мог попасть в свои учетные записи, кому-то не удавалось опубликовать посты или сториз, а у других появились проблемы с отправкой сообщений. В интернете сразу заметили этот сбой в работе социальных сетей, и тема, связанная с Фейсбуком, стала широко обсуждаемой во всем мире. По истечению нескольких часов проблема не была решена, и коллапс с Фейсбуком стал самым большим программным сбоем в работе социальных сетей с 2008 года, когда Фейсбук отключился на сутки. Глава техслужбы Фейсбук заявил, что дело в проблемах с сетью. Искренние извинения перед теми, кого прямо сейчас затронули перебои в работе сервисов Фейсбук. У нас возникли проблемы с сетью, и команды работают как можно быстрее, чтобы отладить и восстановить как можно быстрее. По информации от Cloudflare, у них была проблема, связанная с DNS. Это такой сервис, который позволяет понять, по каким IP-адресам, техническим адресам в интернете доступен тот или иной сервис. В интернете стали распространяться слухи про хакерскую атаку и слив персональных данных в Даркнете. Однако, по данным экспертов, на DNS-серверах не хранится такая информация. Следовательно, получить ее потенциальные хакеры не могли. В то время как работники Фейсбук разбирались с проблемами миллионов людей, пользователи в Твиттере и ВК ликовали. В работающих социальных сетях начались соревнования по мемам на тему дня. Вследствие сбоя работы в Фейсбуке, популярность Твиттера, ВК и даже одноклассников взлетела. Так, например, ВКонтакте зафиксировали рост активности пользователей примерно на 20%. Чтобы решить проблемы с Фейсбуком, инженерам и программистам потребовалось 6 часов. Специалисты выехали сразу на место, где можно было устранить данные неполадки. То есть, прямо физически необходимо было находиться рядом с компьютерами, и они не могли попасть в здание. В здании обеспечивался доступ с помощью некой электронной системы пропускной, которая тоже является сервисом Фейсбук, пускай и внутренним для сотрудников. И, видимо, данный сбой вызвал сбой в том числе и в этой части компании. Так что они элементарно не могли попасть внутрь, прикладывая свои карточки. Глава Фейсбук Марк Цукерберг потерял более 6,5 миллиардов долларов на фоне сбоев в работе социальных сетей. Таким образом, он опустился на шестое место в списке миллиардеров Форбс. После инцидента с социальными сетями, глава Фейсбук принес свои извинения перед всеми пользователями за возникшие неполадки. Роберт Хасанов, Александр Фирсов, Универньюз. На этом все. В студии была Анастасия Миронова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!